Добрый вечер! Очень рад я встрече с вами, потому что я думал, что это такое, какой сумасшедший придет в 8 часов вечера в субботу рассуждать о полупотерянной вообще картине 64-го года. И когда я увидел вас, у меня совершенно как-то переменилось впечатление о психических заболеваниях и, так сказать, вообще и о людях, и о том, где мы находимся и с какой целью. Значит, эта картина на самом деле сделана в какой год выпуска? Ну нет, конечно, не в 66-й. Ну да, 65-й, 65-й, наверное. Потому что в 62-м я поступил в институт кинепатографии, ну в очень молодом возрасте, в очень. А тогда Хрущев издал постановление брать только вообще пожилых, желательно уже, так сказать, плохо соображающих, потому что это называлось жизненный опыт. Людей с жизненным опытом. У нас очень много было в институте таких людей с синеватыми лицами, которые выдавали жизненный опыт. Вот. А, значит, Михаил Ильич Ром, у которого я учился, вот, в очень хорошей мастерской, он вообще, как бы, ужасно сильно переживал свое положение, свои, там, 8 сталинских премий, там, и это самое. И как-то к этому очень относился серьезно. И тогда у него был такой личный сдвиг по фазе, педагогический, когда он считал, нужно вообще переменить с самого начала основы педагогики, вот, и в частности, кинематографической педагогики. И в частности он считал, что начать нужно с того, чтобы просто как-то мы показали людям, да, из чего состоит обыкновенная человеческая жизнь. И что вот в этой обыкновенности человеческой жизни, так сказать, и есть там самое главное наблюдение о жизни, которая может быть и в молодости, и в среднем возрасте, и в старости, и всегда. Вот. Из чего состоит человеческая жизнь? И он про себя говорил. Он говорит, вы на меня не смотрите и не рассчитывайте. Я в метро там последний раз был 30 лет назад. Он говорит, чего я могу знать об этом? Ничего. А вы-то можете знать. Давайте, давайте, наблюдайте. И это мне было очень, как бы, так сказать, маслом по сердцу, потому что я только что поступил в Афгик. Мне было 17 лет. Жизнь на опыту никакого. Но я был из Ленинграда. И я был такой очень настырный посетитель Эрмитажа. Очень настырный. Не потому что я был там, а, боже мой, какой Мурильо. Не так это я все примерно знал, что есть Мурильо. Но мне этого было и достаточно. А у меня просто знакомая девушка работала в Эрмитаже в отделе тканей. И вот это меня тоже, так сказать, привлекало к посещению музея. Вот. И я одновременно, значит, интересовался дамой в голубом и просто там, что происходит в жизни у моей знакомой Нины. Вот. И в частности, значит, я привык уже к Эрмитажу. Не как к музею, а как к какому-то собственному дому. Вот. И в частности, значит, вот эта вот история с тем, что где была Мадонна Литта и чего это самое, это феномен на самом деле чисто архитектурный. Потому что не то, что там вообще Михаил Ильич, Ром, которому очень нравилась вот эта картина, очень, он сказал, вот, а он как-то к этому признавал, придавал большое интеллектуальное значение. Он говорит, как ты мог, как у тебя вообще, как тебя озарило. А меня не озаряло ничего. Совершенно там был такой в этом зале архитектурный номер. То есть зал, она до сих пор на этом же месте стоит, и зал тот же самый. И там был номер в том, что все картины висят на стенках, по-нормальному-то. А это была как бы такая, ну, я не знаю, как называется, как консоль какая-то. Вот, выдвинутая в зал. Ну, здесь нет, здесь не похоже. Неважно. Важно то, что по одну сторону этого висела Мадонна Литта, по другую сторону этой же вот консоли висела, а консоль как бы вот так перегораживала зал. Ну, не так не перегораживала, но вылезала в зал. А по другую сторону висела там Мадонна с цветком, Рафаэля. Ну, и я там, посмотрев в тысячи первый раз эту самую Мадонну Литта, решил заодно посмотреть и Мадонну с цветком. И зашел по ту сторону этого самого и смотрел Мадонну с цветком Рафаэля, на которой произвела нам значительно меньшее впечатление. А потом я, разглядывая Мадонну с цветком, так как бы сделал два шага таких, я увидел потрясающую картину, значит, того, как люди смотрят, нормальная просто посетитель Эрмитажа, никто никакие, неподставные лица никто, как они смотрят эту самую Мадонну Литта. И я там стоял, я понял, что я нарвался на какую-то золотую жилу человеческих лиц, характеров, судеб, отношений. Там еще было странное ощущение того, что это бесконечное зрелище. У него нет начала и нет конца. Вот можно бесконечно до сегодняшнего дня можно там продолжать снимать эту картину. И это бесконечно интересно, потому что меняются поколения, люди, судьбы. Там все меняется. А как бы этот магический сеанс взаимоотношений там Леонардо и этих людей, неведомых ему, он продолжается. и это на меня, это на меня, конечно, произвело ошеломляющее впечатление. Вот. И у меня еще с самого начала была такая и до сегодняшнего дня тоже, было дикое недоверие к любым концепциям. Вот. я их просто на дух не переношу. Любые, мне не важно, какая. Может быть, там, там, на место Леонардо, может, там, на место Литты, можно, там, допустим, Мадонну, да, за... Ну, не надо. Вот есть какие-то вещи, когда, ну, можно, но не надо. Почему-то ощущение такое, что не надо. Как говорил наш министр Ермаш, а вот это уже лишнее. Вот у меня вот ощущение, что не надо ничего лишнего делать. Достаточно того, что уже сделали Леонардо и жизнь. Вот. И я, когда заикнулся, кому-то из этих самых, из операторов своих там во ВГИКе, что вот снять бы такую картинку, вот, они говорят, сумасшедше, ты что не представляешь, ты поставишь там камеру, это самое, там тут же образуется нечеловеческое толпище, и в это нечеловеческое толпище, во-первых, так сказать, ну, знаете, старый пошлый анекдот, можно ли изнасиловать женщину на площади. нельзя, потому что замучают советами. И вот, значит, здесь тоже, ну, замучают советами, это невозможно сделать, ну, я понимал тоже. И так я как бы задумался, я опять поехал еще в Ленинград, а там, слава богу, мама жила в Ленинграде, я опять поехал посмотреть на это место и думаю, тоже ведь ерунда, тоже ничего страшного. Нужно пойти сейчас к моей девушке из Эрмитажа, у которой есть связи в дирекции Эрмитажа, и сказать, что давайте мы огородим это какими-то там, какой-то веревкой, не веревкой, а такая, там же что-то такое, имперское, роскошное, и напишем граждане просьбы не скапливаться и не это самое, потому что идет ремонт паркета. Это была самая вот такая концептуальная и художественная мысль за всю работу над картиной. Просто я ее, вот это я с глубоким уважением отношусь. О, вот о чем я подумал. Не о том, как, так сказать, встречаются, гений и обыкновенная жизнь. А паркет чинить же должны как-то. Значит, а если это уже огородить, так можно поставить и ширмы по эту сторону, да? Значит, поставить ширмы. И поставив ширмы, за ширмой можно поставить камеру. И даже не одно, а две. Одна камера синхронная, большая, которая будет писать звук, а вторая маленькая, которая будет подснимать все, что нужно подснять с чуть другой стороны. И это, вот это инженерное соображение, это моя художественная гордость, концептуальная художественная гордость. значит, как бы такой план жулика, как можно, так сказать, вообще развести народонаселение на такую, так сказать, вообще вещь. И я дал почитать Рому. Ром сказал, это старик, ты вот недаром я говорил, что не нужны никакие жизненные опыты, даже тебе много, тебе сколько лет? 17, даже много. Было бы тебе 15, 14, было бы еще лучше, чтобы ты был еще тупее вообще. Да, вот я правильно говорил. И он стал с этим тремя страничками носиться. Я говорю, что носиться? Я вот придумал эту самую, вы мне помогите как-то снять эту картину. Он говорит, так как, уезжай в Ленинград, там совершенно разваливается киностудия Хроники, Ленкина Хроники, ничего там они не снимают, кроме, так сказать, упадших коров, каких-то, которые там приносили когда-то молоко, сейчас не хотят, может быть, может, у них такой протест. Вот, ну, больше там ни хрена не снимают. Ты что, тебя там должны зацеловать все. Должны зацеловать. Я говорю, так давайте вы меня туда пошлите, денежек дайте, и я там все быстренько это сниму. Каких денежек? Мы стали ходить по институту кинематографии, и нам честно сказали, институт кинематографии на первом курсе никаких студентов в другой город не посылает. Это невозможно. Это мы тогда вообще просто разорвемся. короче говоря, накрылась как бы эта идея. А я говорю, давайте возьмем, я найду каких-нибудь людей в Питере, найду хороших людей, которым это интересно, которые нам помогут. Я нашел Пашу Когана, который числится. он действительно как бы много сделал, он был на съемках на всех Пашу Когана и Петю мостового оператора. Они были профессионалы и работали на Ленке на хронике. И я приехал туда с тем, чтобы уже с договоренностью с Эрмитажевской договоренностью, а это самое главное было, самое главное, все остальное это ерунда. С этой договоренностью и все, приехал, давайте начинать снимать. не, как снимать, это же нужно сценарий, утвердить туда-сюда. Я позвонил Рому, он говорит, ну да, пойдите к директору студии, скажи, что я тебя люблю, вонус-айрос, я ловью, там, саря консер пари, вот, я что-то пришел, бубу, 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 а тут был серьезный человек, он понимал, что в конечном тетоке отвечать за все, за что не ясно, но за все придется ему отвечать. и я понимал, что тоже за что не ясно, но за все ему придется отвечать, а не мне. Вот, поэтому я с ним как-то по-человечески очень разговаривал. Я говорю, вот, он говорит, вот знаешь, мне и Ром написал письмо, мне это нравится, нравится, но давай мы лучше снимем, значит, вот то же самое, что у тебя написано, ну как смотрят Бурлаков на Волге. Я думаю, а я еще увидел своими глазами, там было написано 500 рублей, сумма гонорара. Это невиданная сумма по тем временам, потому что я жил на рубль в день. Это еще когда был рубль, или там 500 рублей. Там и значит сценарий, вот сейчас подпишут, мне дадут 500 рублей, и у меня это подлая мысль. То есть бурлаки на Волге и тогда 500 рублей. необязательно. Ему нужно было подписать сценарий, но этот он бы не подписывал, а подписывал с бурлаками. И я так думаю тоже, ну чего плохого человек делает. Хорошие бурлаки тянут вообще тут, ну что я, видите, я не кудышный концептуалист, не кудышный. Вот, хорошие бурлаки, то же самое и все. Вот, и только в последний момент я как-то подумал, что что-то я не то делаю. Он говорит, ты только перепиши, там три странички, там писать-то нечего. 500 рублей, бурлаки, все вообще замечательно. И я говорю, нет, я не буду. Кто-то фонарел сказал, слушай, почему не будешь? Я говорю, ну как не буду, потому что там бурлаков-то как мы вывесим посредине Эрмитажа. Это вообще лажа какая-то, ну как вы не понимаете. Здесь-то оно само ищет, а тут мы как мы... И я его запутал вот в этих делах бытовых. Бытовая путаница. А из этого состоит кино. Из этого состоит кино. Из настырности и... Ну, чтобы тебя не всосало бурлачество на Волге. Оно же всасывает со страшной силой. Потому что всем хорошо, просто и как бы все в порядке. И он подписал эту бумагу. Ему поставили ограждение, все эти самые, затащили две камеры и начали снимать. И когда начали снимать, тогда же не было ни мониторов, которые можно было проверить, ничего. снимали как... Ну, что видишь? Как кайсин кулиет, да? Что вижу, то пою. Что вижу, то пою. посмотрел я материал, он не то, что там хороший или плохой. Такие категории там не работали. он бесконечен. Понимаете, вот эта вот вещь о том, что бесконечно никаких бурлаков не надо, а вот эти бурлаки, они сами пришли и сами рассматривают. И будут это делать сто лет. Вот я говорю, до сегодняшнего дня там можно спокойно доснимать эту картину. И, конечно, я очень благодарен и Паше Когану, у которых тоже, конечно, горели глаза. Может, действительно на бурлаков это дело как-нибудь подменить, тогда будет все сразу ясно и понятно. Ну, как-то все мы, хотя потом они не выдержали. Вот я мостовой царство ему небесное, он умер уже. вот и мой мостовой Коган, Паша Коган, режиссер. А мостовой оператор, по-моему, жив, здоров. А, в Израиле? Мостовой, да, в Израиле? Да. Да, и правда, вот у них все-таки дурной пример с заразителем. Мы, когда уже закончили эту самую вот эту картину, я как-то встретил Пашу Когана и говорю, Паша, что ты сейчас делаешь? Он говорит, ну ты знаешь, мы так решили сделать с Петей по тому же принципу, как ты вот предлагал с Мадонной Литой историю. Я похолодел, у меня спина похолодела, ноги похолодели. Я, потому что по серьезности, концептуальной серьезности того, как он мне говорил это дело, я почувствовал, что он сейчас скажет что-то невиданное. и он действительно сказал что-то невиданное. Мы, говорит, хотим снять очередь в мавзолее Ленина, и они сняли, эта картина существует, значит, как бы лица, которые до посещения, да, и потом выходящие, лица как бы просветленные. вот, и я подумал, что вот это то же самое с бутлаками было бы, а куда денешься? Никуда не денешься. Но, поскольку, поскольку жизнь действительно прекрасная штука, вот, и она как тебя загоняет в угол, так тебе и дает возможность перед тем, как наложить на себя руки или на товарища, вот, еще немножечко пожить дальше. Вот, поэтому я очень вам хочу сказать большое спасибо, что вы где-то достали эту картину. Мы договоримся, я ее спешу, посмотрю, детям покажу, внукам. Вот, мы за нее получили какое-то немыслимое количество премий, немыслимое. Там, как, что там, и вообще она как, вот, как для меня такая, как бы, кормящая картина Асса за последний год. А вы тот золовьев, который Ассу снимал. Меня это раздражает чудовищно, потому что я кроме Ассы, много всяких картин снимал. А вот пока я Ассу не снимал, меня вот это кормило. А вы тот золовьев, который, значит, смотри, как взгляните на лицо, а как хорошо. Вот. Поэтому я очень благодарен этой картине, тому, что она нашлась, что вы ее нашли. Вот. И все, сказать мне больше нечего. Ну, композитор хороший нашелся. Его Паша нашел, Коган, здесь. И мы здесь, я помню, первый раз я был на записи музыки. Это все в 17 лет, в 18 лет. На собственной картине, на записи музыки. Но это все было очень, как бы, очень большой корм для души и для самосознания. Вот. Если какие-то действительно вопросы есть, я, конечно, отвечу. Да, такое выступление, на которое не знаешь даже, что еще спросить, потому что и про Бурлаков было, и как-то все довольно исчерпывающе. В общем, все понятно. Я хотел, продолжая именно диалог, спросить Настю, которая, собственно, сняла фильм «Резкий и мягкий», который был в начале этого показа. И этот фильм был снят на ГС-2 в прошлом году. Это будущее пространство музея, который строит фонд сейчас. И это было снято во время недельного марафона, который назывался «Геометрия настоящего». И ситуация, в которой в комнате находится охранник, представленный картине Кандинского. И я хотел просто спросить, вот если, какой у тебя был план, как вы сказали, план кого? План обманщика? План афериста. Вот какой у тебя был план афериста на эту картину? Знал ли охранник, что его снимают? И знали ли зрители и так далее? Ну, я, во-первых, хочу сказать, что на самом деле вот этот короткий метр «Резкий и мягкий» он возник как раз отчасти, как просто вот именно дань уважения фильму «Взглянить на лицо». Потому что, будем честны, мы пришли туда, в это помещение. То есть, на самом деле, надо начать с того, что мы снимаем, в принципе, большой полнометражный документальный фильм в целом про ГЭС-2, про открытие этого нового культурного пространства. И, честно говоря, это у нас был один из многих съемочных дней. Мы пришли вот снимать, что происходит там на ГЭС-2. И, когда мы увидели вот эту картину, что есть вот это маленькое пространство, 4 на 4 метра, что есть вот этот охранник, и что люди туда заходят по двое. То есть, это такое очень ограниченное пространство. И люди все очень ярко, очень интересно реагируют. И мы, когда это увидели, у меня сразу в голове возник как раз фильм «Взгляните на лицо». И я как раз просто сказала нашему оператору и звукорежиссеру, что любыми правдами и неправдами мы должны остаться в этой комнате и снимать. И будем честны, у нас тоже был действительно план афериста, план жулика, потому что нас не хотели там оставлять изначально, потому что было рассчитано, что вот комната 4 на 4, в ней присутствует только два человека и охранник и больше никого. И добиться, чтобы нас туда пустили, это тоже от нас потребовало некоторого упорства, хитрости, ухищрения определенных, чтобы там остаться, все-таки задержаться и в общей сложности мы, наверное, ну часа 3 мы снимали, один день, час и другой день нам дали еще 2 часа времени снимать. Больше не было нам разрешено. Вот. И сначала мы как раз именно и снимали в основном лица людей. Но потом неожиданно раскрылся охранник. Оказалось, что он просто прочувствовал настолько и эту картину, и вообще он подготовился и прочитал, оказывается, огромное количество вещей про Кандинского, его же никто не просил. Вот он действительно так и стоял обмотанный вот в шарфе, мы ничего не придумывали. Это вот он так пришел, он решил, что он будет своеобразным медиатором выступать на этом пространстве. И это было настолько органично и удивительно для нас, что мы, конечно, там остались и просто не могли от него оторваться на самом деле. И в первой версии монтажа на самом деле я придерживалась вот прямо линии показывать именно лица людей, как они смотрят на картину. А потом я поняла, что нет, что наша история, она должна идти с другой стороны, что она больше про вот этого охранника, который действительно полностью преобразился, он просто другой. И то есть изначально фильм возник именно когда неуважение взглянуть на лицо, но в итоге он совсем в другое русло ушел и по-другому сложился. Да, у нас, к сожалению, у нас не было просто именно физической, технической возможности спрятать нигде камеры, потому что там действительно вот именно коробка 4х4 и вокруг просто отвесные стены. То есть мы не могли нигде ничего пристроить и нам и не разрешали. Поэтому у нас были камеры открытые, мы не скрывали, что мы снимаем. Но мы именно сделали так, что мы запускали камеры и выходили оттуда, а звук мы просто прикрепили сверху, поэтому он не смущал людей. А камеры просто писали и писали, писали и писали. Это, конечно, была боль для оператора, потому что ему было очень грустно, что он не мог присутствовать, что-то менять по фокусу. Потом он просто рвал на себе волосы, говоря, ну как же, это кривая композиция, что делать? Я говорю, зато смотри, какой живой человек в кадре. Тут самое главное сейчас это. И, в общем, в итоге Сережа согласился. То есть, в итоге он знал, что его... Да, все знали, что идет съемка. Мы в итоге ничего не скрывали. Вот я не знаю, посмотрел ли наш главный герой фильм. Вот этого я не знаю. Мы его неоднократно звали на показы, но он, по-моему, так и не дошел. По-моему, так он и не дошел до показа. К сожалению. Может быть, у нас есть какие-то вопросы из зала? Если есть, поднимите, пожалуйста, руку. Если нет, то я немножечко еще один вопрос задам. я, когда готовился к этому показу, прочитал расшифровку одной из лекций Наума Клеймана, где он говорит о том, что «Взгляните на лицо» это в каком-то смысле рубежный фильм, который открыл какую-то вообще новую эпоху, эпоху частного человека, что ли, в советском кинематографе, что это такой оттепельный фильм в этом еще смысле. Я понимаю, что это довольно концептуально звучит, но не могли бы вы это прокомментировать? как-то Хороший человек и у нас с ним очень близкие дружеские отношения и поэтому он примерно знал, какой концептуалист, а я, значит, примерно понимал, с кем имею дело. Он действительно один из самых выдающихся умов, которые каким-то образом попали в это в этот бульон кинематографа. И там правда, значит, вот кроме того, что картина закончилась, стали получать премии, призы, мне дали 500 рублей, все разбежались, рассосались, вот, и значит, кроме того, что все рассосались, все разбежались, студия вышла по итогам своей деятельности, в какие-то передовики оттепели, просто, передовики такие, ударники, Хрущев, вы нас стали на из этого самого, из мавзолея, и картина, взгляните на лицо, они такие передовые веки были, вот, но это все от лукавого, конечно, это все от нашей глупости неразборчивости, но что действительно произошло, что вот тот человек, который предлагал мне заменить все это на Бурлаков, он, как бы, понял, что он был неправ, вот это то же самое, понимаете, неправ, вот, и правда, значит, что Ленинградская студия кинохроники, она, как бы, с момента взгляни на лицо, стала жить другой жизнью, насколько она хороша, и насколько она, это я уже не очень понимал, углублялся, потому что дальше исследования жизни уже как-то меня не касались, хотя, это правда, правда, ведь, мы не понимаем, вот, например, у нас там кино, когда вот там, это, чуть не сказал Хрущев, этот, Крвачев, значит, пришел самый, и там кино как-то бля-бум, там, как бы, то ли оно есть, то ли нету, рассосалось, ведь это не только с нами было, это было после войны, скажем, с итальянцами, но у них после бум-блюм-бум, достало ума, таланта и совести рассказать о жизни своей, своего близкого, своей матери, недаром Чезаре Дзавантини написал, самый увлекательный сюжет, который я знаю, это знаменитейший драматург, самый увлекательный сюжет, это как отец, как сын идет покупать ботинки своему отцу, это увлекательнейший сюжет, и отсюда возник итальянский неореализм, а из итальянского неореализма уже естественным образом возник Антониони, возник Феллини, возникло все это величайшее кино, французы, то же самое, Бурк, это их, так сказать, кино белых телефонов, где там, значит, они по белым телефонам говорили, Матильда, я жду тебя в 6 часов, вот, и, значит, оно так и называлось, кино белых телефонов, вот, пришел Гадар, пришли Трюфо, телефоны выкинули, Матильду убили, и, значит, возникло 400 ударов, Трюфо, и возникла французская новая волна, в сущности, возникло из того же самого простого документального стремления рассказать о том, кто они такие, где они, кто их мама, папа, ну, вот, мы каким-то образом феноменально, вылезая из этого кризиса, нет, не будем трогать наших близких и родных, не будем, будем думать о том, как мироустройство, значит, у нас перекоса, я не знаю, что там с ним случится, вот, вот об этом имеет смысл говорить, но мы пропустили самое драгоценное, поэтому, вот, с этой, взгляните на лицо, студия, на хронике, она не пропустила, они не пропустили, они, как бы, это взгляните на лицо, им индульгенция была, делайте такое, как взгляните на лицо, а какое они не знали, только вот тогда, вот, Паша, вот, вот эту безумную идею Ленина смотреть, да, ну, может быть, если мы будем потихонечку заканчивать, а, еще, да, ну, была тоже уже, сразу вспомнила, какой-то съезд кинематографистов заканчивался совершенно невероятной историей, нас всех делегатов съезда, много нас народу было, не помню, я годов не помню, все смешалось в доме Аблонский, вот, значит, всем нам сказали, придите на Красную площадь, всем съездом, иначе там чего-то не давали, какую-то сумку не давали, еще что-то, всем съездом придите, и вы на двоих выстроитесь, ну, такими попарами, а зачем, что такое, мы пойдем всем съездом встретить Ленина, и ко мне подошел царство ему небесное, чудеснейший человек, талантливейший, умница вообще, руководительства, Ролан Быков, и сказал, я с тобой в паре пойду, никого не, я говорю, я не пойду с тобой в паре, понимаешь, не пойду, потому что, я и сейчас-то уже не могу, а нас просто куда-нибудь, не просто в милицию отведут, а в какую-нибудь специальную милицию, понимаешь, почему ты так ко мне относишься, я говорю, я к тебе хорошо отношусь, просто не пойду с тобой, закончили этот разговор, вот, но мы, тем не менее, пошли вдвоем, и когда мы зашли, дошли до, значит, усыпальницы, там он говорит, ты посмотри, его переодели, я говорю, как его переодели, во все новое, и все, я смотрю, ботинки действительно, знаете, вот подошва неношенная, неношенная подошва, да, из той секции, где они все одеваются, и его переодели в то же, что они все носят, вот, поэтому, я вот не успел Паше рассказать, потому что этого еще не было, поэтому есть вот такие, заранее мертвые идеи, заранее живая идея, рассказать про маму и папу, своих, по-настоящему правду, то, чего мы никто не сделали, никто, ни один человек, ну, вот, может быть, только там, маленькая Веря, чуть-чуть там, как-то, вот, а без этого нельзя, без этого нельзя, без этого живое кино не существует. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,